Подготовку к предстоящим выборам президента в Белгороде сегодня оценил представитель Центра избиркома. Перед организаторами голосования поставлена задача – сделать весь избирательный процесс максимально прозрачным. Для этого на участках установят КАИБы и видеокамеры. Как работают системы, показали инспектору из Москвы Евгению Шевченко. Ксения Голуб расскажет подробности. Это вот сканирующие головки, да? Да, да, да. Это сканеры. Хорошие, хорошие. Вот так хранятся комплексы обработки избирательных бюллетеней – КАИБы. Опечатанные руководителем территориальной избирательной комиссии помещения открыли специально для гостей из Москвы. Евгений Шевченко, член ЦИК, приехал в Белгород с инспекцией. Внутри комплекты вывешены, все стандартно, все проверено, аккуратно. Крышки все защёлканы? Все, абсолютно. Сейчас комплексы из двух накопителей, сканеров и принтера хранятся в разобранном виде. Оборудовать такой техникой планируют избирательные участки, где в списках более полутора тысяч голосующих. Таких в областном центре – 107. Это более 60% от общего числа. Введите дополнительные сведения по выборам номер один. Один из двух городских центров по обучению членов избирательных комиссий находится на базе недавно открывшейся в микрорайоне «Луч» 15-й школы. За партами сегодня заместители председателей комиссии – около 40 человек. Задача – научиться пользоваться новейшими комплексами, чтобы в день голосования все прошло без сбоев. Если пошёл косо бюллетень, он его выравнивает. Исходные данные для УИК номер 9. 1999. Убедитесь в правильности распознавания и корректности исходных данных. Новые КАИБы – отечественная разработка. Их создали в МГТУ имени Баумана. Это чудо техники не только сканирует бюллетень, но имеет сенсорный экран, голосовое сопровождение и особый бумагоприёмник. Он настроен на определённую толщину бумаги. Опустить одновременно два бюллетеня просто невозможно. Для гостя провели и пробное голосование. Спустя несколько минут уже был сформирован протокол результатов. Система автоматически подсчитала количество бюллетеней и голосов за каждого кандидата. Благодаря такому подходу нагрузка на членов избирательных комиссий будет снижена. Закройте их, погасите неиспользованный бюллетень, нажмёте кнопочку, и у вас протокол уже выйдет прямо с QR-кодом. То есть не нужно его специальным образом будет генерировать. И до 12 часов? До 12? Не позднее, вы уже будете дома. У нас выборы с применением КАИБов будут, естественно, прозрачные. Человеческий фактор исключён. Техника таких ошибок, даже чисто технических, не совершает. Поэтому здесь мы, скажем так, на этих 107 избирательных участках, где будут применяться КАИБы на территорию города Белгорода, ни в одном муниципалитете, они больше на территории Белгородской области не применяются только у нас. Будут применяться, я думаю, мы всех подготовим, всех обучим. Ещё одна мера, призванная повысить прозрачность выборов, так называемый QR-код. Он есть у каждого комплекса и печатается на всех протоколах. С его помощью данные о результатах выборов будут направляться в систему газвыборы. QR-код для каждого КАИБа уникальный, для каждого избирательного участка уникальный. И, собственно говоря, после этого он подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии, показывается на видеокамеру и затем руководящий состав участковой избирательной комиссии и территориальную избирательную комиссию, где тоже этот протокол ещё раз показывает на видеокамеру, чтобы убедиться, что никаких изменений с момента подписания в участковую комиссию до момента доставки в территориальную избирательную комиссию не произошло. Среди новшеств этой выборной кампании – установка на всех избирательных участках систем видеонаблюдения. Их угол обзора составляет 90 градусов. Эти камеры пишут не только видео, но и звук. Посмотреть, что происходит на участке, можно будет в режиме реального времени на сайте ЦИК. Евгений Шевченко уже посетил ряд регионов России. Увиденным в Белгородской области остался доволен. Очень высокая степень готовности. Более того, те новшества, которые вся страна будет применять впервые, в Белгородской области уже в опытном режиме тестировались на выборах губернатора области 10 сентября прошлого года. Сейчас, понятно, на более высоком, более качественном и более масштабном уровне. Вот эти новинки, по большому счету, мы все посмотрели, остались в дотверины. И думаю, что за оставшиеся дни до избирательной кампании уже будет точечная настройка, будет серьезная работа с участковыми и территориальными избирательными комиссиями. Напомним, выборы президента России пройдут в единый день голосования 18 марта. В областном центре будут работать 182 стационарных и 11 временных участков. Ксения Гулуб, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.